Всем привет, дамы и господа, с вами крестоносец Игморт. Привет, друзья. Продолжаем прохождение Сёгун 2. В предыдущей серии в самом конце произошел у нас тут небольшой казус. ЧП Игморта выбросило на рабочий стол, но серию мы досохранили, доиграли. Произвелось сохранение, именно с этого сейва мы и продолжаем. То есть морской бой уже прошел. Сейчас я буду добивать здесь, на этом ходу Хатори. Краймери попытаюсь добить. Принимают они, кстати, бой, шанс-то не особо велики. А потери-то будут солидные. Ладно, сделаем, значит, немного по-другому. Ввожу вторую армию. Так они бой не принимают. Не очень хорошо получилось. И не продвинуться никак вперед, потому что они меня блокируют. А вот так принимают, но в большом счете не входит тогда вторая армия на бой. Ой, ну ладно. Значит, будем делать... Так. Этихи я сажаю в город. Надо будет объединить, чтобы была полноценная одна полностяковая армия. Тогда они бой примут, но шансы будут выше. И на второй счете добьем. Не хочется проводить это сражение. Вручную. Так, будем строить здесь укрупнение участков. Да, это необходимо сделать, потому что запаса, кстати, продовольствия у меня ноль. Ноль! Соответственно, гильдию торговцев я строить не буду, иначе два хода я буду с отрицательной едой. Хотя у меня строится террасное земледелие в нескольких провинциях. Ну, можно, можно, можно попробовать. И что-то у меня упал доходится. У тебя доход не упал? Нет, у меня же изобили. У меня просто стал 5800. Непонятно с чего. Ну, хороший доход. Так, у меня был 10 тысяч. Ой, тьфу, 10. У меня было 7800, а сейчас он упал на 2000. Непонятно вообще, с чем связано. Интересно. Ну, вот у меня появилось несколько кораблей захваченных после того боя. Их нужно распустить. Но не они дают, естественно, такое падение явное. Странно. Ремонтирую здесь побитый иноземный корабль. Торговый. И веду еще один. Угу. Здесь не выйти. Блокирует ДТ. Вот я тебе говорю, реально, доход упал непонятно почему, там, на 1000. Вот сейчас вот упал на 800, но я отогнал ДТ с торговых путей. Может быть, они где-то еще их блокируют, поэтому... Они у моего Ольтра, вот, флот стоит. На пути. Давай, кстати. Достаточно солидный флот. Возможно, он тоже тырит ресурсы с... Торговли. Да, да плюс еще и Цуцуи воруют. У нас обоих, по-моему. Нет, Цуцуи мы не выявим, поэтому... Я могу Хонму, кстати, проатковать. Сейчас. А тогда он перестанет быть моим. Да, он станет твоим врагом. И тогда десанты к тебе попал. Да. Самое плохое... Там еще одна армия. Что он может отступить. Я его просто не догоню. Ну... Видишь, еще одна армия плывет у него. Да, тогда уже придется мне оборонить и часть своего острова. Неизвестно, куда он там висит. У меня побережье длинное. Не знаю, мне туда флот везти, так это надо вообще создать. У меня флот прикрывает столицу. И такое количество флотов из этого... Ну, вот... Не знаю, как назвать. Ежа в задницу. У меня есть в трех провинциях отменены налоги. Вот в чем дело. Сейчас вложу вот в Битю. Из-за этого здорово проседает доход. Но он все равно упал. Не по этой причине. Вожу в Бизене. Хотя минус один он становится. Общественный порядок. Но тут сейчас донаймутся самураи. Хорошая армия в Бизене сидит. Это будет моя третья. Сейчас доход становится 8400. Делаю ход. Серия будет небольшой. Потому что, как бы, это продолжение той, где Игморт вылетел. И... Поэтому мы решили записать сегодня же продолжение той казусной, где, можно сказать, закончили скоропостижное. И в том моменте, где собирались... ДТ объявил войну Хаттори. Кто? ДТ. А, ну, отлично. Я надеялся на это. Мимасаки у меня опять минус один. У меня построил... Ну, нанят священник, поставил старостой. И, по идее, по идее... Так, там прирост христиан. Плюс действия на процентов. Ну, где-то через пару ходов он уже будет христианский. Я думаю, там все упадет в лак. Так, из-за вами я гарнизон перекину в лаке. Если мало или хома, перешит там высадиться. Так, и еще одна армия веду бы вами. Вот не знаю, где к такому высадиться. Честно говоря, просто не знаю. Вот одна мелкая армия у нее плывет под Суо, а другая выпала, еще одна десантная. Если видишь, у Острова Сада. Большая уже такая. Самое главное, что... Да, видел, видел я. И вот как... Главное, что он тебе войну не объявил. Да, войну не объявил. Он даже куда-то, но ни с кем не объявил. Я могу флот увезти, допустим, и топить его в хопе. Но мне тут же порт перекроет. Так, по доходам просить, что-то покажать. А я пока еще на второй флот не насобирал кораблей. Не настроил я-то, иноземных судов. Так, армию Истоса я выведу... ...выведу к ее. Так, вижу этих товарищей, которые втроил. Вот ни зима, ни мор особо не повлияли на этих туристов. То есть, у меня об армии два раза перезимовала бы, да еще по некучей диверсии была бы, от нее бы остались бы твои морожки-доножки. У нее ничего. Вот 74 человек в отряде. Каким образом он их сохраняет? Ни генерала, ни клуба, ни вражески. Вплоть и две зимы провел отряд. Мне кажется, просто они там... ...все еще диверсию хорошо перезимовали. Поправили здоровье. Что-то диверсию. По два человечка, по три человечка передохну, не больше. Ну, буду их диверсию-то бить. Так, и еще одна армия у меня будет прикрывать тут Сануки и Ау. Если что-то быстро-быстро побежит, то что прикрывает у меня флот. Ну, и идет наем еще одного наземного судна. Это то, что у меня по острову. Так, ну, кто себе наоборот построил крепость побольше? Торица была посолидней. Так, еще есть 2 800-ки из нее. Что мы построим на них? Что мы еще можем построить? Иноземный корабль. Нет, иноземный уже заказан. То есть, мы тут заказать и больше не построим. Про запас. А то потом денег не хватит. Так, экономика должна работать. Деньги должны быть в лороке. Ну, построи вот Зума. Начальная крепость хотя бы. Так, Нимасаки что у меня тут? Ничего интересного, да? И найму еще один пятный Геннад тогда. Мимасаки у тебя сидят крестьяне, смотрю. С проповедником. Да, да. В карты играет. Да, в карты играет. Им просто порядок удержать. Пока, в принципе, придет крестьян. Полностью. Так. В Авиа я уже сделаю наем еще одного отряда выпусков. И еще одного отряда крестьян. Так, ну все, наверное, на этом все. Всем удачи. Всем удачи. Достанет там. Да, серия кончена. Мы доиграли в тот момент, сделали все, что хотели. Компания почти выиграна. Теперь... Ага, кордон, у меня сенсу и торговля у нас будет. Кордон. Я вот доволен, если сомнет все-таки Датея Хатори, нам будет попроще с одним воевачем, с двумя. Несмотря на то, что он его землю возьмет. Доход почти не вырос. Да, мама. У них портов мало, он всего один. Это, думаю, у меня портов мало, свободно. Может быть. То есть, все остальные забиты кораблями, хоть нельзя. Но больше всего меня сейчас беспокоит хома. Который плавает, непонятно, где на высоту. То есть, 10 армий нанимать, в каждом городе парни побежать. Там себя победишь. Да, он осаждает торговые пути, и после этого падает доход. Он кого-то вышибает, а потом сам же туда садится, и сразу на тысячу проседает. КТ. Да, надо будет увеличить количество флотов, и проводить мегазачивание. То есть, чтобы даже не уплоть. Проблема в том, что он не принимает бой, он вступает. А с этим флотом он вступает. То есть, ты ударил, он вступил. Ты смотрю, о чем он пытается сделать. Группируется опять. Группируется, если он пытается на тебя напасть. По барабану, ну, жэхтеэ, по барабану, ну, тусуэ. Все равно, как бы, тебе пытается навредить. Хонма, кстати, вернулся в основной армии, но потом опять уплыл. И он плывет-то не к тебе, он, возможно, к тусуэм плывет. Да не факт, он может быть плывет... А может быть плывет Кави пытается оплыть. Или Ктоси. Ну, кто-сим, он, наверное, с другой стороны поплыл, не знаю. Он мне, кстати, диверсию вами провел. Он отрицает, потому что дипломатия неустойчивая сегодня. Из-за этого ты каждого чихо и пупо поищешься просто. Перестраховываешься. А только расслабивайся, тех, хоба, на спину. О, он принял бой. Уже. А где? Да там уплыл. В столице. Изгнал я его с торговых путей, и сразу доход возрастает на 1400. Так, еще уплыл, но это уже не беспокоит меня особо, то есть доход не возрос. Топлю Кабаю. Блин, вот. Ремонтироваться-то не могу корабли отправить. Но буду отправлять по одному. То есть один оставлю на прикрытии, второй поставлю в порт чиниться. Иначе они сразу же осадят в порт. Так. Доход становится очень приличным. Почти десятка заходов. Так, а попробуем, может быть, инвестирование привести. Попробуем 5 рублей скинуть. Я попробую за 10 тысячку пить мир с подзё. Вдруг прокатит. Если нет, я тебе следующим ходом верну. За чаровольница вряд ли. Ну, попробуем. Добро пожаловать. Червоне солидная сумма. Вдруг, я приказал принести саке. Оно просветлит наши головы и согреет сердце. Был час вот без задержек отправляется. А в предыдущей серии были какие-то микро вот эти вот замедления в дипломатии. Из-за этого иерсинхрон и был. Он был изначально, тянулся, тянулся и в конце вылился в твой вылет. Причём он выкинул аж на рабочий стол даже. Да, жёстко, без предупреждения. Обычно если рассинхрон, он просто выбрасывает в главный меню, а игморту выкинуло вообще из игры. Так, ну если вот операция подкуп удастся, то будет вообще хорошо. У меня сразу порта освободят. Я наношу этих, сейчас я армию объединю. Я смогу туда одну армию перекинуть на континент. Атаковать хоть нельзя. Пройти аж до танго, наверное, я думаю, рублей. Рассчитываю. До свидания. До свидания, который. Пишите письма, там ещё один у нас в улице, его тоже атакую, но это уже будет следующим ходом, не достаю. Да, и тут же тамбул берёшь, да? А, нет. Ну да, тамбул. Могу проатковать вот так его. А он свалил. Ну ладно, не получилось так, значит будем... Я сейчас постою ещё, но может быть... А попробуй заключи с Киото мир. Торговлю с ним попробуй заключить. Сейчас попробую. Ещё у генерала появились распределённые навыки. Рукопашный атаковый начальник, плюс один. Вот на максимум и прокачал. Киото. Подложу я вам мир, возможно мы придём к соглашению. Чем выслушивать всякий вздор. Так что хорошенько подумаем. Должно быть вы храбрец. Должно быть вы храбрец. Или же слегка не в себе. В любом случае отвечаю нет. А если ему денег дать? Вы здесь словно честный воин у ворот. Пожалуй лучше иметь дело с вами, чем с убийцем, лезущим через стену. Возможно мы придём к соглашению. Нет. Ну а больше ему смысл давать нет. Там не так уж и сильно, я думаю, доход возрастёт. Тем более рано или поздно я его уничтожу. Ну или ты его уничтожишь, я не знаю. Попробуй купить миру у Хадзё. Я думаю, что тоже не согласится. Там 1015-20 надо давать. Но это слишком много. Это перевод, да. За то, чтобы армию телепортировать. Ну и порты разлокируют. Ну да. В какой-то мере через ходов 5 ты компенсируешь все эти деньги. Если он не нападёт опять. Тем более, хотя вот сейчас он может согласиться на мир. Потому что он с ДТ воюет. А может и... Нет, Хадзё ни с кем не воюет. Ты же говорил, ДТ вроде Хадзё объявил. Нет, нет, нет. Хатори. А, ну... Если бы Хадзё бы, я бы тут от радости бы прыгал. Хатори-то это не важно. Он в любом случае труп. Нет. Хадзё не хочет. Даже за Червонец не хочет. Даже за Червонец. Поэтому я делаю так. Игморт возвращает уже 5500. Почти. Возможно. Да, возвращаю. Не получилось. Ну ладно. Как-то было бы слишком легко. Туда ещё одна диверсия по этой... Туристам. У меня скоро Ниндзи тут станет просто мега-героя. Скоро уже будет с рогами сидеть. В маске. Армия-героя-героя-героя-героя-героя. Отчалила и... А армию из Аки я перевожу в Гинго. Тут уж страхуюсь по полной, как говорится. Тебе, кстати, помочь с Датэ на точке-то? Я могу его вышибить, но он в бой не примет. То есть он опять приплывёт. А чёрным там стоять у точки, караулить. Это тоже не вариант. Есть такая возможность, да? Я бы занял бы. Думаю, но я так бы он с тобой... Такого чисто из этой точки, я знаю. Проблема в том, что он проплывёт. Если я сейчас уплыву из прохода, он тогда проплывёт... Через перешейк и сможет осадить мои порты опять. Ну, смотри, если какие-то большие проблемы, то... Не стоит. Если есть возможность, без особых проблем там... Я, короче, сейчас создам два торговых, иноземных. И помогу тебе ими. А чёрный оставлю так в проходе и держать. Но это будет шесть ходов. Потому что если сейчас я ввожу флот с чёрным кораблём, он осадит мне как минимум два порта, у него уже корабли плывут. И он через перешейк переплывёт. А пока там всё заблокировано. И он может плыть только через юг. А не через север. Я бы там эти два торговых и оставил бы точки. Чтоб он тебя туда не вышиб. Потому что чёрный мне придётся в любом случае водить обратно. И он тебя тут же опять через пару ходов выпинет. Так, я думаю, где мне построить рынок. В принципе, без разницы где. А, построим в Гинго. Да, слишком много нанимая армии. Что-то жесть. Ну, конечно, не всё. О, смотри, уходят он. Остание даже было. Он, кстати, начинает сминать, по-моему, Цусуев. Нет, 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 это не просто приблизительно. Он пока не воюет. Так, мне опять тут начинают гадить на путях, товарищи-то эти. Да, мне тоже хоть и гадят. Пока... И у меня сразу на тысячу просаживается доход, как только вот он на два пути встал. Потихоньку, потихонечку экономику раскачиваю. Встрою рынки, встрою... Фермы. Ну да, надо зависеть меньше от внешней торговли. За счёт налогов надо всё это разруливать. А чтобы налогами облагать, нужно было что облагать. Так, вот он. Он ко мне высадился, ты представляешь? Вот он, к кому плыл-то. Так он тебе войну бьёт? Нет, он высадился на моём острове. Так у вас право прохода есть. Да, но зачем он сюда высадился? Кому он решил пойти отсюда? Не знаю. Так, ой, сколько мне тут торговых путей-то осадили, мать честная. Но у меня с ним отношения хреновые. То есть там отношения, по-моему, была вражда. Да, вражда. Но войны нет. То есть он мой вассал, он приплыл ко мне поздороваться через... Три-девять земель. Гости припыли, парни. Давай не крестьяне. Но я даже не буду никого донанимать, в принципе, два кольца стен. Самогона с АГ наварили, с пирожками, с уши, с ролл огнем. Может быть, найму вот отряд ещё сигаров один. На рыбалочку, поохотится, шашлычки пожарить. Сейчас вторая армия подождёт и поохотится. Вторая, значит, ко мне тоже плывёт. Ну, не факт, может быть, это был хитрый ход сейчас. Все подумают, что он прибыл ко мне, ты отведёшь свои войска, он тебя хупа и проатакует. Не, я ведущий Скайве, и всё. А может, он перейдёт по территории и не узнает. Ну, скорее, всё, что он опять, хватит, я буду. Может быть, меня. Третья армия нанимаю. Нанимаю третью армию. Да, ладно, будем нанимать самурай с ноги нах. Такой поворот сюжета такой. Ну, меня один вассал атаковал, даже плюс 168 было, или плюс 190. Ну, если он меня проатакует, ему хана. Я потом просто из ближайшего города чёрным кораблём, или вот этими торговыми, которыми я сейчас буду вышибать с точки ДАТЭ, я потом вернусь с севера, где-нибудь посажу с твоих территорий армии, приплыву ему и дам звезды. Наконец-то мы с Хоном и его десантами закончим. Я даже потрачу пять ходов ради этого, но я одну армию уйду из трёх. Да, надо этих десантников тоже ушибать, мы достали десантура. А он не закончен, он то тебя, то меня будет прессовать. Нет, как только появится сплошная граница территории, десанты, как правило, пропадают. Вот то же самое Хатория же не плавает, где десанты, он бьёт до земли. А вот когда нет сплошной границы территориальной, вот начинают сюда, то они проплывут. Да Хатория-то чё, он же труп. Ну, так. Объединяю армию максимально. Ну и атакую. Там был. Там никого нет как раз. Хотя нет, у него там есть всадники с катанами, но авторасчёт. Только один человек в квартире. Ремонтирую. Так, чё здесь построить? У него здесь есть рисовую биржу, можем построить. Блин, ну расход продовольствия. И террасное земледелие, если одновременно начать строить, будет, в принципе, нормально. И можно здесь возвести, ну, обязательно часовню. Потому что... Сито-буддизм доминирует, хотя христианство на 5,5% растёт за ход. Ну, который тоже христианин, хотя так поварил в библии города. Тогда тоже, думаю, атаковать сейчас. Пойду в атаку. А сейчас я ещё одну точку взаиму. У меня ещё доход взрастёт. Я к ней уже плыву, там кто-то стоит. Но мне, в принципе, не важно, кто я сейчас дам пинка. И вот этому товарищу надо дать пендаля, который мои по-прежнему здесь блокирует торговые пути. Да, несколько кораблей стояло, и они очень солидно просаживали экономику. Здесь просто очень большой приток идёт с точки, и они грабят на большую сумму. Может, я тебе дать тогда, кренделей? Всё. А, да. Сейчас ещё поставлю в наём свои торговые суда иноземные, забыл. 2500 на 1000 у меня отжимает компьютер, и либо я теряю честь, даймёт. Ну ладно. Подавись компьютер. А что он там требует? Ну там какую-то помощь гуманитарную надо было отправить. Надо в Донбасс к нам вводится снарядить. Если нет... Ну, если я снаряжаю, то, соответственно, получаю плюс один честь. А если нет, я думаю, что куда бы через зал у меня было бы минус там 10 к этой чести. Про Донбасс лучше не надо. У нас смотрят очень много с Украины, судя по статистике. Ну я так думаю. Да, это вопрос болезни для многих. Лучше политику не вмешивать в летсплей. Спросил там какую-то помощь там оказать. Плюс один честь я получил за 2500 денег. Так, ну традиционная отравля туристов. То есть ещё раз насадь в костёр. В Риме, кстати... А, диверсии не удалось. В Риме, кстати, заметь, значительно больше диверсии наносит урона, чем здесь сегодня. Там вот одно отравление, пол армии уже лежит. Так, ну что, и армию я подвожу. Прикрывать АУ. Может быть, сейчас эти ребята решат через проходик пройти к тебе, через проливчик, а не ко мне. Ну всё, может быть, согласен. Тоб не понятно, почему именно там они высадились, странно. И что за уже армия? Ну, в принципе, вот, у меня два таких гарнизона есть. Более-менее, которые могут быть стойкими. То есть ещё строятся замороны? Да, сейчас я атакую через мой остров. Ну, мне кажется, она тебя не будет атаковать, у неё армия меньше, нападёт на АВАЗы сейчас. Плюс пять в порядку, вот, всё, она стала... Да, мне крестям больше, чем дубистов, сразу могут в порядку. Так, из Хоки я вывожу священника, подсвечу им, что-то появится в Анабе. Есть ли там какая-то угроза? Угрозы там нет. Никого там нет. Ну, и, соответственно... Можешь атаковать, в принципе, их. Так, вот, встану пока у ДТ. Здесь у меня Хартори атаковать не будет. Потому что я вам боюю из ДТ. Вот, прикрою из ДТ. Кораблик, вот, у точки мой стоит уже, ждёт. Вот, и атакую, соответственно. А-а-а, тебя, кстати, ДТ-то ведь не можешь проатковать. У вас войны-то нет. Если я вам оттуда пишу, ты можешь один там стоять. Да-да-да, я за одном кораблик этот прячу у ДТ, потому что Хартори с ним в войне. Чистые пункты. Так, война. Союзников я не призываю, чтобы Сигунатсу моего садикет не генераться. Ну, и, соответственно, штурмом беру город, занимая без боя. Ремонтирую. У Хартори осталось между нами только два города. Можешь, в принципе, брать тогда Тадзиму. Я возьму Тангу. Тангу. Ну, я на счёт Тадзиму, да, буду брать, планирую. И тогда у меня, кстати, будет Астоп. У него есть ещё один город, там ещё и Цуцуй дальше продвинутся. Но всё равно тут ДТ подбирается, то есть я буду между вами. И у него соблазн, тебе войну не будет объявить. Раньше времени. Ну, я, наверное, не сразу буду Тадзиму брать. Через некоторое время. Вот. Тангу. А я Тадзиму, а хотя Тадзиму возьму, и всё, чтобы он обед не налоги. Ну да, а чтобы объединить границы общие. Да, объединить границы, и, соответственно, все корабли, которые... А хотя нет, у него же ещё есть Оми, да, город. Ну, может быть, Оми протокует, а потом без гарнизона. То есть, даже там Цуэр. И у него останется... У него ничего не останется. А нет, у него ещё Вакасы. Подожди, у ДТ в Вакасе войска уже есть. А, ну, ДТ берёт Вакасу, ты берёшь Тангу, я беру Тадзиму. Да, и у вас общей границы с ним не будет. Я пойду уже тогда на ДТ дальше открывать. Ну, половину мы Японии разделили друг с другом. Как я и говорил, дальше компания будет более динамичной. Здесь уже будет меньше стояло. У нас будут ресурсы для ведения активной войны. И противник останет только один, ДТ. Ну, и Хадзио. Ну, Хадзио более слабая, и вот ДТ это будет основная угроза. Я думаю, вот, что в 20 серий мы его уложим. Это точно. Всю карту захватим. За 20 часов мы должны пройти компанию до конца. А этот товарищ-то вон куда приплыл. Решил проатковать моей торговой кучей этих кабай с луками. Я отбиваюсь, но при этом я теряю один торговый корабль. На землю. Пчёл. Это плохо. Так, а Хома-то что? Он, ладно, он последний ходит. А-а-а. Инфигаешь. Сейчас он мне объявит войну и проатакует. Чё сейчас будет? Зачем он туда приплыл? Явно не рыбку ловить. Нет, такого соседушки нам не надо. Да я к нему сплаваю и добью. Вот у меня проблема в том, что сейчас придётся... Так, который мирный договор хотел? Погибло немало храбрецов. Погибло немало храбрецов, но ещё погибнет немножко, и всё будет хорошо. Ещё пару храбрецов, и от которой мы избавимся. Он проиграл, когда слился свои три армии. Да-да-да, он пошёл в БАМ, и... Хотя он мог отбить им свою территорию. И выпало зеро. Да, Хома объявляет мне войну. Привет, ещё один вассал, свихнувшийся. Кстати, я мог тебя не просить о помощи-то? Да. Вот, я не прошу тебя о помощи. А чё, у меня ничего не происходит, Вол? Нет, я... Ты уже присоединился, да? Да. Просто он сейчас может уже к тебе высадиться. Но мне кажется, он уже плывёт по определённому плану. Он предлагает мне мир. Ну, соглашайся пока. Так, а если с него денег попросить? Значит, я к нему сплаваю, и через пару ходов... Уже с чёрного корабля высажу к нему армию. Сейчас возьму танго, и оттуда буду десантироваться. Будем отбиваться. Да, так на второй счёте проиграем. Ты смотри, в принципе, крепость высокая. Да, от луков отойти у него пять... Пять и сигар атакует, а у нас две сигары и самурай. Да нет, там шансов у него нет. О, какая крепость. Просто я так... В тандаре, знаешь, это... Крепость Белая Скала. Нет, там больше похоже крепость на Медиеволскую. Знаешь, там у Руси как раз были эти красные камни, и с красного камня сложенные стены. Из красного кирпича. Хочу Медиевол начать, но... Тут вопрос именно времени. Прохождений очень много. Коллективки в нём нет, да? Коллективные сражения там какие-то были? Вот что такое? Коллективного прохожения-то там нет. А, я хочу за Руси сейчас. Я в первый раз разблокировал. Как я начать за Руси? Кампага коллективная, кстати. Не в Медиеволе, а в аддоне к Медиеволу, там, с Тевтонским ордером. Там разве была коллективная? Там такая, она только в Боли и Теки на второй счет. А, мне интересно. Я вспоминаю просто много лет назад. Вот один из самых красивых вообще вещей, вещей, которые Кретьев создавал. Вот эти аддоны к Медиеволу второму. Очень красиво у них Южная Америка получила. Там индейцы, которые кидались в Улиме, там, с шмелями разорисованные. Очень получились такие эпичные тевтонские рыцари. Такие красавцы, прям, в принципе. С рогами? С рогами, да, со всякими, там, кабанами, там. И что такая фишка была в Медиеве, которую нет ни в одной из серий токового, я в Крымиле не видел. Там, если вы улучшаете отряд, один и тот же отряд, конкретно отряд, там, ассиган, вот, там, броню ему улучшаете, еще что-то, то и внешние отряды меняются. То есть, сначала в кожных доспехах, потом он в чешуе, потом он уже в спутной кольчуге, потом он уже в латах стальных, в террасах таких блестящих. Даже сам наконечники меняются и все прочее. Слушай, у тебя, кстати, в руки остались на первом кольце стен. Да, и как там начал, так это, без предупреждения. Бежим. И в одной из следующих частей тот-уарф они не воплотили идеи, чтобы визуально менялись доспехи. То есть, да, там прибавляются всякие циферки, там, мечи появляются над отрядами, щиты, что у них там броня повышается, атака, но визуально при этом они никак не изменяются. Вот именно в Медивле эта фишка была впервые применена и последний раз. Непонятно, почему дальше они от идеи отказались. Хотя фишка вообще классная, когда ты не просто купил готовый отряд, а когда ты сам его улучшил. Причем ты видишь эти улучшения, как за дрип на крестьян можно сделать бы вполне таких меняемых мечников. Хороший бронец, хороший меч. Мечами, луками, арбалет, если эти арбалетчики будут в Милану, скажем. В Венеции очень здорово пехота менялась. Да, там эти чуваки с кувалдами, ты тоже там. Да вообще я бы сделал бы, чтобы создавать можно было свои отряды. У тебя есть отряд копеечек, а ты сам уже там строишь какие-нибудь мастерскую броника, там сам делаешь щиты, сам делаешь броню, сам делаешь там попи, если ты их развивал, либо мечи. И уже там соответственно от любого оружия там пришел бы определенный скилл отряд. Учитывая, да, что у них особой старичности в игре это нет, есть только временный период, который мы перекраиваем, как хотим, можно было это бы вести. Да, то есть, допустим, я хочу боевать копеечками, я делаю там броненных копеечек. Они хороши в обороне, но, допустим, слабые в атаке. Сделал такой своеобразный конструктор. Да, конструктор, да. То есть, понятно, что он был бы какой-то определенный скрипт носил, то есть, комбинаций было бы там 20-30, не больше, но тем не менее, ты бы под себя бы делал какие-то отряды. Было бы, думаю, очень бы интересно. Может, и сделаю. Там, ожидает следующая часть, поговоришь, все-таки третьим и делал. Возможно, эту идею они разовьют на движке уже Рима. То есть, а там ты развил экономику, все, тогда у тебя там приместники там такие хорошие, там и успехи делают, и броню хорошую делают, и все-таки ты можешь солдат нанимать отлично. К креативности бы это добавило. У тебя что-то... Луков так выкашивает на стене хорошо. Практически одинаково друг у друга. Выбиваете, он под стеной стоит, а ты со стены. Ну, а комп, 4-ит. Ну, я сейчас буду сам по сигарам крыльяк. Ну, у него еще не забывай, тут справа идет основная араба-то. Ну, это крестьяне, они сейчас при первом же нажиме все разбегутся. Сейчас бой проведем, тут еще, может, сделаем пару ходов и будем закрываться. Потому что я еще хотел сегодня записать Рим. Вот, а в Риме-то не резиновое. Ну, что, у него сигара в Сиаре. Дохнут потихонечку. Они сейчас еще будут заниматься захватыванием башен и прочее, точек, а не главное. Смотрим, что у них получится еще в Атиле. Если там будет коллективное, мы дополнение купим. И... Ну, да, сгоняем эту X-Sision-компанию. Думаю, что будет. У них в последующих частях они обещали делать коллективное. Так, о всех дополнениях она была, соответственно, здесь тоже должна быть. Это уже будет, считайте, отдельная игра. Это будет Рим 2.0 со всеми улучшениями и со всеми справлениями. Так, они залезают на основную стену. Там. Скай летут. У них уже полотряда нет. Радостные понеслись куда-то. Не, они просто на лучшиках понеслись. Я думаю, может быть, и встретить, да, тогда все. Они понеслись вон, самураев. У них, в принципе, выбор небольшой. Креатив в следующей части. Как будет делать? Либо Эмпайр продолжать. Дел второй. Либо Диэл третий. Но я бы все-таки лучше, наверное, за Мигиел. Хотя, в принципе, Эмпайр бы в небагованном движке было бы интересно. Согреть, потому что, когда он изначально вышел, багов было полно. Потом все, они исправили. Морские сражения там шикарно сделаны. И коллективной кампании там была бы интересна. Коллектив, наверное, насколько я помню, там не было. Так, и они идут с другой стороны. И там как раз эта главная точка. Ладно, пускай, лезут. Башню они захватили. Практически никого не потеряли. Это шесть сигару валангов построить, это встретить. Ты луками отойди потом за сигару, пока они залезут. Я его на площади устраиваю. Они атакуют рукопашню, сигару с луками. Это гарнизон. Что-то не важно. Главное отбиться, потом они автоматически восходят. Блин, валангу не построишь. Ох, ни хрена себе, у них там за стены луки-то поворачивают. Но я под ним тоже начал строить. Они уже колеблюсь. Балангу не выстроить, уже навязан здесь. Я вам построил ближний бой. Нет, у меня генерал стоит с балангой, нормально. Я своих выстроил. Но они тут долго не провоюют, сейчас буквально минутные наживы все разбегутся. и боевого духа вообще нет. Крестьяне без мотивации. Почему воевать сами не знают. Там можно выпить. Парни, чем вы едете? Учите покупать. Вы же мои вассалы. Зачем вы это делаете? Жили вас по концу в своем острове. Нападают на один из самых сильных домов. Круксери это надо. Загили. Китры, сигары отъезжали в обновь замка. атакуют сучники внутри. А, ну только они возразнены. Все, они убегают. Непонятно было о целях атаки. Почти поражение. Но поражением здесь даже не пахло. Если бы у них был хотя бы один отряд самураев, тогда шансы какие-то были минимальные. Ну, два отряда. Атака бесполезна. Да, холма спамят крестняны. Ну, понятно теперь, кого он будет атаковать. Хотя, они могут высадить и на главном острове. То есть, сейчас не наплывать сюда, вот, коватли, ближе. где надо флотом вылавливать и топить. А, они не проплывут. Кстати, то, что он поплыл и объявил мне войну, вторая армия не пройдет. Там же черный корабль блокирует проход, ему придется весь остров заплывать. Или он высадится на острове на главном. Он может районе на готовую. На готовую. Да ладно? Там крестьяне, скорее всего, я даже гарнизоном отобьюсь. Гоняться за ним, он не примет, просто бой черного корабля и так и будем за ним кругами тут мотаться. Пираты появились. У меня прям под островом. Они еще и грабят пути. Попытка диверсии в армии. Где-то диверсия удалась у них. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну это там они далеко с HD диверсии проводят. Это место боевых действий. Нихрена себе, у меня доход упал. Опять из засады засады торговых путей. На 3000 почти просил. О, принимает бой. Сейчас мы его вдоволь этого. И не утонул. Опять свалил, опять сейчас эти недобитки приплывут и будут мне здесь гадить. Вот возрос всего на 500. Тут что-то еще просаживают. Либо где-то дальше они в тени. занимаются грабежом. Сейчас пройдусь по путям. Смотрим. Этих пиратов бы еще вышибить. А, знаешь, почему упал? Торговля с Хонмой это прекратилась. и плюс они мне не выплачивают деньги, часть вот из-за этого. Мини-дань, да. Да, полторы тысячи где-то и есть. Ну и плюс вот до Т около Ки, около Ау здесь торговый путь блокирует. Скотина. Он тут по всей длине торгового пути практически кораблей расставил. Да, ну сейчас у меня будет компенсация за счет точки. А там стоит Хадзё, с которым у меня мир. Ну шо, до свидания, Хадзё. Да будет война. У них, кстати, в союзниках в Туцуе. Так, подожди, вам здесь не очень-то рады. Я войной убил, всё. Мне нужна точка. Да, мне нужна его жизнь. Ты охотник за душами? Да. И у меня с ними торговля прекратилась. Нет, у меня с ними прекратилась торговля, доход опять и это, просадилась на две тысячи почти, и вот сейчас вот за счет точки возрос. Нет, я тут просто смотрю города, что-то о своем думают, где что-то лучше деньги вложить, как дальше пойти. Не ждите, что вам не кладут чаю. Чай для друзей. Да вот совместными хилями зачистим этого урагения Тоса, тут четыре фото. Три Хадзё, один ДТ. А я уже с ним мир заключил, опять торговлю. А. И у меня доход на полторы штуки опять возрос. мне придется еще оборонять кучу своих портов, которые он тут же оставит своим флотами, поэтому мне с ним невыгодно вести пока войну. У меня противник основной у меня врагов так дохрена, у меня Хатори, Хонма, Дате, Суэль. Да, да, вы не что, я сейчас тогда тихонечко наиму флот и постепенно буду сжимать, не буду делать легких шагов, у меня продолжатся выговоря. пожарной командой не вызывать на помощь. Так, значит, хотел я уйти сразу из Тамбы, если даже я выхожу, у меня общественный порядок остается в плюсе, потому что у меня плюс 17 сейчас с армией, и атакую сразу Танго сходу. И вот отсюда я буду атаковать буквально через несколько ходов я поплыву к Хонме, то есть пора кончать с этими водоплавающими. Сейчас непорядка один, нанимаю здесь гарнизон, хоть какой-нибудь. Ну, допустим, такой вот четыре отряда хватит. Армию в Сетсу пока оставлю, она будет добираться, пополняться. Кстати, армия будет без генерала. Ну и хрен с ней. Потому что он там героически погиб при обороне. Так, слушай, в которой остался один город от зимы, я, наверное, кончил его. Да, следующим ходом. На этом можно будет и закончить. Назвать серию. На этой ноте радостные мы завершим. Тут плывет старая армия Хонма ко мне, но с ней разберемся уже чуть позже. А потом я разберусь серию назвать там японский Сталинград в честь этого сражения под Сетсу. Да, или вылет Ягморта. Ну, это, думаю, не очень. Почему это не мой вылет, это вылет игры. Я, то есть, как на стуле сел, так и сижу. Полет, полет Ягморта. А эту серию можно назвать Конец Хатори. На, Хатори. Вот, прежде чем назвать галочку под решительной победой, вот хочется подвести такой определенный моральный итог, сколько с ним Хатори было связано, кто смотрел весь сериал, кто помнит, как мне пришлось партизанам по его территории, как мы с ним воевали, как он долго выживал, как он долго выживал, сколько я из него натерпелся, уронив честь Даймё, получившись воин, где-то около 50 десантов, сколько было слито на нем войск, что пырочно на денег и усилий. Вот сейчас называю эту галочку. И Игморт видит рабочий стол, да? Да, нет. И Хатори последние месяцы совершает свои. Все. Нет, в этот раз с ним точно покончено. Он уничтожен, да? Ну, сообщение СМС-ли не пришло. Японский связь сдает с Бойной. А я проверяю, вон. Ты посмотри, в этих дипломатиях в домах его нет. Остался Цусую, Хон, Махадзё, Сакаба, Датея, Сикаго. Всего осталось вместе со мной семь домов. Давно я бы мечтал это сделать. Честно. Давно хотел. И, наконец, вот так вот она месть. Кто еще остался из особо надоедливых? Я бы с удовольствием грохнул бы Хадзё, который тоже заколебал своим десантами, да и Хонму заодно. Хонму, да, Хадзё. Я говорю, всех этих ОДВшников надо уволить. А у Хонма, кстати, армия-то разбежалась практически вся, и она сейчас будет у меня ходить и сигадить. Мне надо нанимать будет гарнизон, и так или иначе его. А, вы сейчас не дохнут какой-нибудь? Ну, я найму три отряда. У меня, в принципе, не сильно там что-то изменит. В экономическом плане добью его. Так, ну, я сейчас не буду атаковать пока флоты. Вот, я их про атакую. Ну, я про свою, да? Ввиду поискования. Тут, у меня флот стоит. Найму еще одну кабаю. Направлю два торговых иноземных и две кабая в атаку, а два на прикрытие хота. Так, ну что, гарнизон у меня сформированный, в принципе, для отражения десантов подвел. Сейчас уже эта армия не так страшна, как была туристы. А туристы-то где они вообще исчезли? Где-то бродят непонятно где. Да, они ушли, сидели-сидели. Может, он их распустил? Да нет, вряд ли. Он их может распустить только одним способом, на город напав. Так, что у меня еще есть? У меня еще есть лишние гарнизоны, которые можно, в принципе, сократить или подвести к кондине. А, думаю, пока сократимы. Бинго лишний гарнизон абсолютно ненужный христиане. Пуще человек всегда можно будет нанять. Кстати, в Риме можно две компании коллективных пройти в итоге, то есть в основной кампании второго Рима и в имперском издании. Но играть, естественно, не за Рим. В имперском издании можно сыграть там за восточные, допустим, страны против вот этой римской диктатуры, деспотии, когда с половиной фактически мира будем воевать занятые Римом. Тоже будет интересно. За варваров можно сыграть? Нет, ну смотри, как можно сыграть. Можно сыграть с греками в оригинальном Риме, греческими фракциями против Рима, ну и всех остальных, соответственно, а во второй части, наоборот, римскими фракциями. И еще не надоело сыграть с наительный Смерк, развить мир пополам. Половина Липида, половина Сезаря, Ну это будет просто, я предложил лучше за варваров сыграть против них. У Рима просто очень много территорий изначально. Так. Что еще? Ладно, там распустили, здесь можно найти. и дело в том, что, если бы их было два, можно было попробовать их там больше. Там три, по-моему, римлянины. Там три, да, Октавий, Липид, Вентон. А этим я не хочу лучше сыграть императорском за варваров, а в обычном Рим-2 либо за восточные какие-то там государства, либо за греческие. Ну а потом уже проходить коллективную из Аттилы тоже будет надолго. Там карта довольно-таки большая. Ну с остальными, не знаю, дополнениями, может быть, их тоже купим, пройдем. Хотя там Цезарь Галии варваров, маленькое, оно очень маленькое. У меня есть ярость парты, но я так посмотрел, но не играл. Так, секундочку, я посмотрю, что мне по наукам. По дипломатии надо понятно, давай на дистанцию сейчас сказать взял. Мир-то никак не хотят. На следующем ходу я буду охватить плод. Так, ну вот и все полотдела. Продовольствие в избытке. Деньги войдут. у меня продовольствие минус один. Но это время настраивать строение, просто у меня строилось несколько рынков. И, видать, они построились раньше, чем грабные стройки. Опять я вижу, тут по всей длине торгового пути его осаждают, грабят. Да. Это не закончится никогда. То есть здесь надо просто его выжимать постепенно, и он будет вглубь своих территорий отходить. ТТ. Доход опять сожрали где-то около 600. Сам плохой он бой не принимает, то есть он вступает куда-то в тень, а потом появляется на своем ходе. И снова опять забирает этот торговый путь. Да. Вот они ходят, бродят, гадят. По-моему, он меня разрушил там опять аграрную постройку. В нем порт водит полно. Проверим. Да, нападение на торговый путье, а штук наверное 8 у меня вылезло. Я прилагаю на этом ходу сохраниться тебе. Сейчас я его вышибу. Ну, закончу все дела. Чтобы я начну продолжить. Он вступает. Готов. Ну и ждем второй, где высадится вторая его армия. Порт я чиню. Что у меня с продовольствием? подовольствия становится ноль. Где-то что-то там достроилось. Строю крупнение участков в Хариме. Так, так, так. Дороги, имперскую дорогу. Блин. У меня, кстати, здорово просел доход. Был почти 10, стал 7700. Вот он принимает бой. Тонет. Вот сейчас на 500 возрастает доход, но все равно это не тот, который у меня был. Они по всей длине торгового пути его осаждают. Блин, всех не выпинуть. Ушел. Еще на 500 возрастает. Это надо на каждом не знаю, на расстоянии хода друг от друга расставлять вот эти вот иноземные торговые корабли по всему торговому пути, тогда мы будем его контролировать. Иначе он так и будет в любом месте втыкать свой флоп. В принципе, нормально. 9000 становится мой доход. Заход отряд. Вот это уже неплохо. Еще в одном городе у меня плюс нет налогов. В Хай-Риме. Сейчас я их ввожу, общественный порядок становится минус 1. в Хай-Риме. На следующем ходу я там найму еще один отряд и все будет тоже замечательно с общественным порядком. Так. Проповедника посылаю в Хай-Риме. Конечно. Ну и на этом в принципе завершаем прохождение сегодняшнее. Планы у нас следующие. Из Танго я буду атаковать столицу Хонмы Садо. Пора чем заканчивать. Не жилось им спокойно, не хотели они быть под пятой у сильного дома. Решили пойти в войну и непонятно на какой-то хрен со мной. Именно со мной. Ни с кем с другим. Ни с Хадзё, ни с Цуцу. Именно со мной. Ну может быть они устали скажем так от нашей гегемонии, от нашего господства. Решили отомстить своим угнетателям. Но весьма глупым способом сейчас они просто через 5-6 ходов погибнут и прекратят свое существование. Если серия вам понравилась не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны и оставляйте свои комментарии. На этом все. С вами был Крестоносец Игморт. Всем удачи. Всем пока. До свидания.